Ирина, доброе утро! Доброе! Позвольте тебя поздравить с праздником, самым главным государственным праздником. И надо обозначить, наверное, нашим телезрителям, что мы с тобой можем разговаривать на «ты», потому как, ну, сколько я на телевидении, столько я, как минимум, тебя знаю, а это уже больше 21 года, поэтому еще раз праздник! Спасибо большое, взаимно! Праздник любимый, такой значимый, патриотичный. Абсолютно верно! Я хочу сказать, что я-то знаю, что ты очень любила с детства путешествовать по Беларуси вместе с семьей, и вот какие-то знаковые места на тот момент и сейчас, они для тебя те же остались? К счастью, я могу сказать, не просто любила, и люблю сейчас, и вместе со своей семьей мы продолжаем путешествовать. Единственное только, может быть, это поменяло уже свою форму. Раньше мы ездили дикарями, брали палатки, садились в маленький запорожец желтенький. И могли пропилить 2000 километров. Мне очень нравились такие места дислокации, как Днепр, Березина, Ньоман. Я очень любила наши белорусские просторы, озера, реки, и вот эту, наверное, любовь к своей природе белорусской впитала с детства. Хорошо, но вот сейчас, если попасть на те же места, которые ты любила в детстве, они как-то изменились? Мне кажется, нет. Все-таки мы в Белоруссии сохранили эту первозданность, эту чистоту, эту глубину, наверное, красоты. Так же, как сохраняет свою красоту Ирина Дорофеева все эти годы. А все-таки я должен сказать, что 30 лет творческий путь – это серьезная цифра, и в этом году, я так понимаю, мы отметим это дело широко? Маленький юбилей. Я буду отмечать его на Славянском базаре. 15 июля состоится большой сольный концерт, о котором я мечтала. Вот с самого первого выхода на эту сцену летнего амфитеатра. 93-й год, мой первый международный конкурс. И до сих пор вот эти чувства, эмоции я сохраняю в себе, и я просто представляю, что я буду чувствовать. И уже сейчас вот это волнение и радость. Ну вот смотри, ну 30 лет творческого пути. За это время заслуженная артистка, но так же хороша, но в тот же момент огромное количество государственных наград, и не только. И признание не только в Беларуси, но и на постсоветском пространстве также. Вот это все-таки мечта сбылась, или это кропотливый труд ежедневный? Я еще иду к своей мечте. Так. Все-таки самая главная мечта – это быть любимой и признанной в своей стране. Заслуженная артистка, я уже 15 лет, и я с честью и гордостью несу это звание. И мне так хочется, чтобы, как и раньше, чтобы мои песни объединяли людей, чтобы все вместе могли их исполнять на праздниках, и чтобы мы чаще встречались вот по чудесным, великим поводам, таким, как День независимости своего государства. Он только раз в году, но мы с тобой чаще гораздо встречаемся ежегодно. Но есть же много других праздников. Конечно. И День Победы, и Александрия, Купалья моя любимая, и Славянский базар. Ну, это замечательно, что мы сохранили такие фестивали масштабные. Я думаю, что в этом году свершится еще одна твоя мечта, я даже уверен абсолютно. Это надо обозначить определенным людям в нашей стране. И это будет по-настоящему не просто заслуженно, а по-народному любимым. Дай Бог. Ну, это я к чему? К тому, что, в принципе, за 30 лет это же не только Дворец Республики, это не только Дом культуры, это не только международные фестивали и конкурсы, это еще и выступления в полях, в обычных ДК, в каких-то маленьких городках и деревушках. Вот интересно, где тебе больше любим зритель и слушатель? Мне везде зритель любим. Когда я знаю, что меня любят и ждут. И, конечно, на начальном этапе, когда я ездила по стране, мне хотелось доехать до каждого местечка в своей стране. Это были и детские дома, это были и воинские части. Я просто хотела влюбить в себя людей и рассказать, как люблю свою страну я. У тебя это получилось? Вот. Поэтому сейчас для меня не важно, где выступать. Мне важно знать, что я пою для людей, для своего зрителя. Он совершенно разный. Кто-то уже вырос, кто-то создал семьи. Детки поступают к нам в Университет культуры и искусства. Я встречаю достаточно взрослых людей, которые говорят, Ирина, мы поем ваши песни, я вырос на песнях. Это здорово, это чудесно, расти вместе со своим народом, со своей страной. Ну, а слушатель не поменялся? Вот те же люди остались, которые приходили на концерты, скажем, 30 лет назад, и они приводят уже своих детей и приводят своих внуков, возможно, даже. Я считаю, что все меняется к лучшему. Мы растем, и наше самосознание, мы совершенствуемся. Мы передаем лучшее своим детям, передаем из поколений. Конечно, зритель меняется в том числе. Что-то остается главное глобальное, это наша душевность, искренность, вот такая, я бы сказала, благость сердечная. А что-то меняется, мы совершенствуемся, и зритель меняется, он становится более таким раскованным, открытым. Хорошо, а вот зритель меняется, а репертуар Ирины Дорофеевой, он меняется? Честно говоря, меняется. Я, наверное, шла к этому тоже очень долго, потому что поиск, разные стили, направления, и джаз, и рок, и популярная музыка. И сегодня я понимаю, что прошла какая-то инсталляция и перевоплощение меня, и меня очень сильно потянуло к народным песням. Произошло очень много переработок, переаранжировок народных песен. Мои песни, которые звучат как народные, это с эстрадно-симфоническим оркестром, президентским оркестром, получил, наверное, новое название стиля музыкального – этносимфорок. Вот так. Вау, здорово! Хорошо. Но вот все-таки сегодня такой знаковый главный государственный праздник – День независимости, День освобождения от немецко-фашистских захватчиков нашей республики. Вот понятие патриотизма, оно у Ирины Дорофеевой, то же, что было 30 лет назад, или оно как-то изменилось, модифицировалось? Я хочу сказать, что, да, наверное, изменилось, когда я была совсем юной, мне хотелось что-то сделать для своей страны, чтобы моя страна мной гордилась. Это были конкурсы международные. Я готовилась к каждому выступлению, как в первый и последний раз. Мне хотелось запомниться. И сейчас я уже понимаю, что столько всего изменилось, и выросла целая плеяда просто ярких, талантливых людей. Мне просто хочется сказать, что я очень горжусь своей страной. Вот произошла такая трансформация, когда я счастлива тем, что я живу в Белоруссии, и просто благодарна судьбе, что я родилась вот именно в этом месте. Это мой кут родный. Это правда, абсолютно. Я тебя полностью поддерживаю. Но как ты готовишься к концертам, я видел неоднократно, поэтому ничего не изменилось за эти 30 лет. Ты также ответственно подходишь к своей работе. Конечно. Это факт. Сегодня уникальный день, сегодня праздник. У тебя есть абсолютно такая же уникальная возможность обратиться к нашему зрителю, зрителю телеканала ОНТ, с пожеланиями в такой праздник. Я хочу пожелать всем нам мира вот этой чистоты, искренности, радости от каждого дня. Пусть наша Беларусь всегда будет такой же красивой, процветающей. И главное, чтобы было единение наших сердец, наших душ и гармония, которую мы сохраним и приумножим. Спасибо, Ирина, огромное. Но я должен сказать, друзья, это была заслуженная, по-настоящему заслуженная артистка Республики Беларусь Ирина Дорофеева. Ну, я передаю слово Татьяне Рудаковской. У нее есть тоже что сказать. Субтитры создавал DimaTorzok